Завершился саммит НАТО в Вашингтоне и можно подвести некоторые итоги. И понятно, эту ситуацию можно рассматривать с точки зрения пессимизма или оптимизма, но вся эта история про наполовину полный или наполовину пустой стакан. Давайте попробуем разобраться так, как оно есть. Ну, во-первых, следующее мероприятие подобного рода пройдет где? В Гааге. Это не случайный символизм. Далее, на саммите НАТО в Вашингтоне произошло то, что должно было произойти. Вот дословно, по пункту, нигде никаких новых или непредвиденных ситуаций не ожидалось и их нет. Первое. Значит, мы получили заявление о том, что вступление Украины в Альянс является необратимым. От этих фраз, вот честно, болото пучит так, что можно газ из земли не добывать больше. Потому что изначально Путин начал войну эту для того, чтобы остановить вступление Украины в НАТО на самом-то деле. Как обычно, Манишелла сделал все с точки зрения наоборот. А этому проекту, по факту, до 24 февраля 2022 года мертвому он придал новую жизнь. И это важно. Конечно, размышлять на тему, когда мы вступим в НАТО, можно очень долго. И главными противниками на данной исторической эпохе являются не венгры, которые больше всех и ярче всех там заявляют о том, что вступление Украины в НАТО должно быть единогласным. Мол, ребята, без нас вы не примете Украину в НАТО. То есть Питера Сеярта и Виктора Орбана хочется напомнить статут организации Североатлантического договора, где сказано «консенсус». Далее. Кто против? На данном историческом этапе Германия и Соединенные Штаты. Страны, которые больше всего инвестируют в украинскую оборону. И безопасность, и поддерживают финансово, и так далее. Почему они такую идут политику? Ответ есть. Он очень простой. Как двери в бункер Владимира Путина. НАТО всячески старается избежать отправки своих солдат на эту войну. Получится ли у них это? Вполне возможно. Потому что происходит плавное удушение Российской Федерации. Именно так. Значит, вместо сокращения НАТО до линии 97-го года, мы видим четкую перспективу вступления. Там есть специальные механизмы, уже разработанные. Мост в НАТО. Специальные органы об обеспечении украинской военщины, не побоюсь этого слова. НАТОвскими системами, вооружением и так далее, и так далее, и так далее. Значит, целый список оружия и комплексов ПВО, которые передаются Украине. Кто-то скажет, а, посмотри, что они сделали с Ахмадеем, где это НАТО. Это война, ребята. И чем больше будет у нас систем вооружения, тем лучше. Далее, заявлено о том, что будут переданы самолеты. И представители Соединенных Штатов сказали, в смысле, переданы не в будущем, а здесь и сейчас. Об этом говорит представитель Соединенных Штатов. В данном случае они являются лидером авиационной коалиции, хотя в нее не входят, ну, в смысле, не так, сами не поставляют напрямую самолеты. Но, с другой стороны, нам какая разница, мы будем летать на американских самолетах из Нидерландах, 42 борта, или из Дании, 19 бортов. Кто-то скажет, что это мало, да, порядка 60 самолетов. Но вот я с большой уверенностью вам могу сказать следующее. Будет так. Сначала появится один борт, потом два, а может начнем мы сразу с четырех или шести. А потом будет история, которую можно называть так. Ф-16 не заканчивается никогда. Вот вспомните, как у нас было с танковой или артиллерийской коалицией. Первые М-37 воспринимались как просто какое-то послание богов. Сейчас большинство стран, рецепентов сброи для Украины, они даже об этом не сообщают. Просто заметьте, у нас определенное количество стволов артиллерии все время находится на фронте. Это, да, все производители стран НАТО. Все потестили свои системы вооружений на российских оккупантов. И, да, при всем уважении к ФП-Ведронам, но артиллерия свое дело делает. Я тут не про соревнования разных видов войск, а про то, как происходит обеспечение украинской армии. Точно так же будет с самолетами. Те же Нидерланды выписали отдельный чек на боеприпасы. То есть это на ракеты и специальные бомбы для этих Ф-16. То есть, другими словами, следующий саммит в Гааге, а оружие Украины не закончится никогда. И деньги на это оружие, и на поддержку украинского государства. Я вчера делал видео о том, как гламурные блогеры устали от войны. Я тоже устал от войны и тоже хочу мир. Но, да, стоит вопрос выживания, то лучше его решать, когда у тебя есть такие союзники, такая поддержка в части поставок вооружений. Ну и финансовые все эти гранты, они тоже нужны. Нам надо, чтобы банковская система работала, а наши мамы и папы получали пенсии. Мне кажется, это очевидно. И давайте-ка вернемся к главному. Так что же там с вступлением? На самом деле все просто. Вот правда. Все абсолютно просто. Точно-точно понимать, что как только Украина перестанет быть хотя бы на какой-то период воюющей страной, то НАТО все-таки ее попытаются принять. Очевидно. Очевидно. Поэтому, поэтому, вот я хочу сказать, что... Поэтому ядерная война неизбежна. Вот. Но пока они не готовы к этой ядерной войне, и поэтому, собственно говоря, и делают все возможное, чтобы Украину сегодня не принять НАТО, потому что в этом состоянии это неизбежно. Она очень быстро доступит, эта ядерная война. Быстро приедет. Помет команда, пытаются как-то погладить свою ядерную... Но она не встает. И они это прекрасно понимают. Все эти рассказы о ядерной войне, они важны, интересны. И кто сказал, что Путин не нажмет на красную кнопку чемодана, где... Или нажмет, или нет. Смысл в следующем. Почему-то там, на болотах, всегда исключают разговоры на тему того, а что будет, если начнется ядерная война. Они почему-то не договаривают, что в студию, на улице Правда, где вот... пишется, что-то прилетит, и там тоже будет радиоактивный пепел. Ну и судя по тому, как работают западные системы, это еще большой вопрос. Кто получит больше, Вашингтон или Москва? Я считаю, что Москву надо превратить в пепел, в назидание российским нацистам, что нацистам быть плохо, и можно это сделать без ядерной войны. Дальше жизнь покажет, но в любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами, и еще раз, как только завершатся боевые действия. Да, сейчас масса разговоров о том, что фронт может застыть там, где он есть, и мы не сможем в рамках этой кампании освободить все захваченные ум российскими нацистами территориями. Посмотрим еще раз. Это история, которую мы формируем здесь и сейчас, и это зависит, внимание, от нас, от украинских граждан и от западных партнеров. Ну, все очень честно. Честно и, я говорю, прямолинейно. А то у нас тут некоторые запели тему «Мы не вывозим отцу вину». Смотри предыдущее видео этих отвратительных товарищей, которые почему-то считают, что нужно сдаться здесь и сейчас, а еще рассказывают о том, что нужно играть по путинским правилам. Так вот, путинские правила, они очень понятны и прямолинейны. Значит, там, нон-стоп, на болотах, они декларируют своей целью уничтожение Украины, украинского государства и украинцев. Причем, в том числе, блогеров, которые снискали славу в инстаграме. В этом отношении на рассеяния, они прямолинейны. Я бы даже сказал, что хорошо, что они такие, они ничего не скрывают. Это важно подчеркнуть. Но, внимание, вы слышали, как это мадам сказала, что как только завершатся боевые действия, процесс вступления Украины в альянс, он обретет каких-то других форм. Это же правда. Он уже обретает этих форм. А болото на это реагируют тем, что переводят фокус общественного внимания куда? На Варшаву? Или Вашингтон? Или бомбить Лондон? Или Берлин? Нет, нет, нет. Они фокус общественного внимания поворачивают внутрь России и размышляют о репрессиях. И это, на самом-то деле, очень хороший знак. Правда. Они понемножечку, да, не сразу, но займутся собой. Россиянам с каким-то адекватным воспринятием ситуации я, честно говоря, не завидую. Что вот в этой ситуации мы, конечно, должны понимать. Да, ну, наверное, у нас сейчас мир какой-то будет. Какой-то будет. Но самую худшую ошибку, если мы допустим, что мы вернемся идеологически, вернемся в период до СВО, если опять у нас появится все это англоязычное контент, как не хочется это английское слово, эти песни, все на телевидении, если опять вернутся все эти, так называемые, испуганные патриоты, если опять наши дети не смогут изучать историю нашу, не будут гимн петь. Вот слушайте. Мне тоже интересно, кто российским детям запрещал петь гимн до полномасштабного вторжения и изучать историю. Если вспомнить, что у них за все там отвечает маньяк Путин, то, наверное, он и запрещал. Ну, то есть, внутренний аспект, а у них начинает возбуждаться и воспаляться. Это здорово. Еще раз, это хороший знак. Но, как звучала фраза, мир какой-то будет. Ну, то есть, сигналов о том, что конфликт может быть заморозен, очень много. Вот правда. И я не хочу сказать, что я от этого счастлив или нет. Я просто воспринимаю эту ситуацию как данность. Как данность такую, что никто в Украине не признает потерю территории. Никаких документов с Рашкой на тему, что Деничинская там, Рашка подписана не будет никогда. И да, действительно, мы продолжим перевооружаться, вступать в альянс, меняться, проводить реформы. Кстати, их проводить можно и сейчас. Никто нам не мешает. Кто бы что ни говорил. И экономические действия тоже улучшать. Правительству тоже никто не мешает. Потому что почему-то тренд такой. Массопредприятия с Украины выезжают в Европейский Союз с правдами и неправдами. Ну, кто-то скажет, из-за войны ничего подобного. До полномасштабного вторжения точно такой же был тренд. Но вернусь к этой мысли. Мир какой-то будет. Она же, и никто ее не опривергает, говорит о том, что задача маньяка, она не выполнена. Они же хотели ликвидировать украинское государство и украинцев. Окончательно решить украинский вопрос. А выясняется, что наворотники, можете написать, что им наворотник, но, в общем, их цель остается невыполненной. Ну и про тренды на болотах. Там же настолько увлеклись войной с Украиной под брендом войны с НАТО, что немножечко, когда посчитали потенциал стран Альянса, просто ужаснулись. Ну, прям бешенство охватывает. Ну, реально бешенство. И это еще постоянное, ну, вот. А может, все-таки обойдется, может, все-таки как-то... Ну, прекратите нагнетать. Да не прекращу я нагнетать. Ну, я просто вижу, что идет. Ну, неужели это так сложно понять тем остальным? Ну, не обойдется. Ну, хватит уже писать радуги. мыльными пузырями и думать, что можно отсидеться. Война, к сожалению, но придет в каждый дом в том или ином виде. Будет идти только по нарастающей. Как назвать то, что мы только что услышали и увидели? Это называется отрицательное поднятие российской брови. Как запели там. Очень и очень интересно. Вызвались воевать с НАТО, получи фашист гранату. Нужно отдать должное, что масса людей на Западе, они думают, странно, никто не думал, что Путин такой ну, потому что что произошло за эти два с половиной года. Мы уже зафиксировали вступление Украины в НАТО безальтернативно. Это не то, что хотел Путин. Швеция и Финляндия вступили в Альянс. Все западные заводы просто расширяют производство всей номенклатуры вооружений, меняют бомбы, самолеты и так далее, и так далее. Кто это все сделал? А, это все сделал Путин. В том числе стараниями Трампа. Внимание, это другая мысль. Сделано так, что государство Альянса серьезно увеличили расходы на оборону. Ну, и Трамп там постарался, ну, и Путин, конечно. Трамп своими заявлениями, что кто не платит 2%, тот останется без защиты. А Путин, когда показал, что он будет делать с теми, у кого мало ракет и бомб, все начали выделять бабки на оборону. Это же все кто сделал? Манничелла? Манничелла, давайте перефразирую, то человека звать Владимир Владимирович Путин. Это его результат работы. Ну, и плюс, конечно же, десятки тысяч трупов с двух сторон. Которые наслаждаются тем, что каждый день гибнут русские и украинцы. Почему? А для них это все одинаково. Они счастливы смотреть, как славяне убивают друг друга. Они все это задумали. И речь идет о Соединенных Штатах, НАТО в целом, о генерале Кирби. Возникает вопрос, а кто же начал специальную военную операцию? Кто с таким придыханием украинцев? Это были американцы? Нет. Французы? Нет. Немцы? Тоже нет. Может быть, есть какие-то другие варианты, кроме Российской Федерации? Нет. Это сделало Российское государство. И если уже вернуться к геополитическому аспекту, в результате этой войны происходит системное ослабление Российского государства. Кто скажет, вот, они побили все электростанции и убили много людей. это правда. Это правда. Тут никто не спорит с этим. Вопрос в том, что момент такой шизофрении. Хотели, чтобы испугать НАТО и начали убивать украинцев. НАТО не испугалась. Вот правда. И сейчас, когда они начинают проводить анализ из-за того, что произошло, народ там в шоке, даже эти мудозвоны, они понемножечку начинают дребезжать. Тут уже не датчики в кома или около кома, или на озере кома, на берегу озера кома. С другой стороны, какая разница, она ему все одно уже не принадлежит. Нами с белорусами. Давайте посмотрим. Вот инфографика, которую они подготовили. Они сравнивают численность. НАТО превосходит Россию в числе солдат, авиации и флота. Вот они приводят данные. НАТО, Китай, Россия. По танкам вот такие данки. Артиллерия, авиация. Значит, каков общий вывод? НАТО превосходит нас в числе солдат, авиации, флота уступает в артиллерии и ядерных зарядах. Это подготовил Убиль, сравнив вооруженные силы переседу стран НАТО с Россией и Китаем. Всего армия НАТО служит 3 миллиона 438 тысяч 97 человек. Почти половина из них в армии США. Это больше, чем Россия и Китай вместе взят. Вы не помните, кто раньше заявлял о том, что Россия воюет с НАТО? Кто же это мог быть? Кто же этот человек? Кто же этот гений? Кто полез на такую махину? Миллион вещей, которые надменились. Война идет в стране, понимаете? Война, мы воюем с НАТО. Какое интересное сравнение потенциалов, почему Владимир не делал это перед вторжением. Им так нравилось повторять, что война с НАТО. А вот когда становится это все ближе, даже в части передачи Украине высокотехнологических систем, ну как-то они пригорюнились. А все почему? Есть ответ. Ну кроме того, что президент России идиот. Мирозовых пони, которые испражняются мыльными пузырями, наголо стоящие милые интеллигенции. Мы не воинов воспитываем. У нас в школах сборку-разборку автомата сделать нельзя. у нас законы приняты таким образом, что мы воспитываем кого угодно, но ни патриота, ни мужика. Ну вот и формулировки Аркадия Бабченко пошли в дело. А все дело в чем, что Модозвон четко фиксирует расклад силы на этой планете и предлагает россиянам быть готовым сдать при любых раскладах. Ну в данном случае могу сказать одно. Российских солдат, офицеров и других на украинской земле ждет только смерть. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, ей будет. Редактор субтитров Корректор А. Субтитров Корректор А. Субтитров